Все-таки в наше время автомобиль продукт массовый Вот, кстати, Renault Logan, вполне массовый продукт У всех есть, простой, обыкновенный И все при нем, за небольшие деньги А хотите, я расскажу вам о том, на чем ездили 100 лет назад И этот продукт был тоже массовый И было все при нем Нет-нет, никаких круглых дат Перед вами Ford T Мы просто решили напомнить о нем Бензиновый мотор объемом 2,9 литра Мощность 20 лошадиных сил Бензин поступает самотеком Коробка передач двухступенчатая Две вперед и одна назад И переключались передачи педалями Чтобы завести эту штуковину, которую 102 года от роду Нужно особое искусство Вот видите, я уже третий раз пытаюсь и третий раз мимо Как это делали 100 лет назад, я просто не представляю Машина, как правило, красилась черный цвет Так было быстрее и экономичнее Лобовое стекло вообще долгое время шло как опция Багажника практически нет Зато у Ford T есть датчик охлаждающей жидкости Правда, чтобы рассмотреть его показания Надо обладать орлиным зрением Он находится на пробке радиатора Сколько лет назад Все американские мальчишки Занимались подработкой За 20 центов Они могли толкнуть ваш Ford Если вы вдруг заглохли Ура! Поехали! Качество машины особенно не блистало Однако, лишь с приходом этого авто На рынок в Америке В массовом порядке появились гаражи И станции техобслуживания Впрочем, ремонтная пригодность машины была фантастической Починить жестянку Лизи, так звали Ford сами владельцы Можно было в любой кузнице Кстати сказать, на вторичном рынке Ford T сегодня гость не такой уж и редкий Все-таки он выпускался 27 лет к ряду Цена в России, для тех, кто приценился Начинается от 600 тысяч рублей Вот так, если вкратце Выглядит автомобиль Ford T Ровесник 18 Щипаева Молодой Хемингуэ Ездил за рулем этой машины на фронте Правда, у него был санитарный фургон А у нас Седан И вот вам напоследок Знаете, как он прощается? Это надо слышать Внимание! Редактор субтитров А.Семкин